Всем привет, друзья! Продолжаем смотреть турнир по второму Риму. Сегодня будем смотреть бой между Аларихом и Хамилькарой. Это бой, я не знаю, как у них по счету, какими я его выпущу. Ну, в общем, фракции это Галаты против Масисилов. Само собой, Хамилькар играет за Галатов, а Аларих за Масисилов. Состав у Хамилькара это у нас Галатский Копейщик, Галатский Копейщик, Галатский Копейщик, Галатский Копейщик. Стрелки это Кельтские Прощники, Кельтские Прощники уже три, да? Три Кельтские Прощи. Мечники это у нас Галатский Меч один и Галатский Легионер, судя по всему, раз, два, три, четыре Галатских, да, четыре голландских легионера и два голландских мечника конница милишна это знатные всадники 2 адреса на юбной каппадокийской кавалерии голландские разбойники в количестве четырех штук стандартный состав можно так сказать теперь смотрим на состав массивов а нумидийский элитная конница защищенная нумидийская конница конные застрелы гетулов и защищенная нумидийская конница то что по стреляющей кавалерии то что мы видим сейчас остальная часть армии у алариха нам не видно дать примерно прикинем что у него может быть легионер пустыни когорта пустыни легионер пустыни легионер пустыни судя по всему здесь еще одна когорта пустыни стоит раз два три четыре да когорта и легионер судя по всему копейщики это вигилы пустыни вигилы пустыни вигилы пустыни дали ставить на вторую скорость ничего интересного как обычно это вот возня излюбленная алариха хашками посмотрим к чему она приведет на этот раз уже более-менее видна армия сейчас будет у массивовой мы пробежимся по составу бой на самом деле здесь будет более коротким чем предыдущие да давайте смотреть значит первой линии пехоты три отряда вигилы пустыни мечники это легионер когорт да три когорт три легионера стрелки нумидийский тяжелый застрел и раз прачник африки прачник африки прачник африки прачник африки нумидийский тяжелый застрел милишная конница это защищенная конница пустыни то есть опять очень большой и очень серьезный акцент у алариха на стрелковую кавалерию 4 отряда в принципе у миди это вполне себе достойная кавалерия ее можно пикать перестрелочка небольшая ну конечно же перевес здесь на стороне у Масисилов потому что у них четыре прачника Африки против всего лишь на всего двух кельтских пращей но здесь тяжелые но мидийские застрелы имбованная пехота стрелковая у них показатели ближнего боя примерно такие же как у дешманских каких-нибудь легких варварских мечей так но я не могу понять кого фокусить здесь аларих своими стрелками в кого он стреляет умирает здесь защищенная на мидийской конница как-то ее удалось поймать очень странно как это было сделано но факт налицо и уже не так здорово выглядит стреляющая конница составляющая конная у Масисилов очень хороший залп здесь минус огромное количество ну вот здесь опять очень рискованно действует аларих да видите здесь на отходе могут понести потери нет удается вывести но спину все таки получают немного но получают пошел бой ой 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 спилумов минус очень много народу подавливает флангом своим левым здесь аларих натиск конницей по легионерам пустыни и вторым темпом заходят галацкие мечники галацкие мечники особо ничего не сделают конечно легионерам пустыни хотя в принципе могут вяжется здесь разбойник непонятно зачем это было сделано афри прачник куда-то пошли очень далеко здесь у алариха еще один прачник умирает бежит сюда когорта пустыни перехватывают у него натиск галацкие копейщики вигил сражается с галацким легионером минус вигил бедолага так здесь тяжелого застрела пригрел генерал знатная конница конечно же медийский застрел то имбованная конница но особо ничего она не сделает знатной элитной кавалерии фарваров что мы тут видим галацкий мечник всего лишь навсего убил 20 человек в отряде легионеров пустыни но он пока живет копейщик выходит из боя вторым темпом заходит в бой легионер галацкий так дальше что тут у нас здесь да в центре тоже бой очень далеко куда-то ушел легионер пустыни там для него нету целей кого он там будет убивать непонятно копейщик сейчас прорывает пытается вернее прорваться на нумидийского тяжелого застрела то ему удается и здесь легионера перехватывают галацкие мечники с натиска заходят в них погибает еще один конный застрел на нумидии но реализация достаточно плохая у этих отрядов были на в принципе как-то не коряво но это делает аларих но он постепенно продавливает фланги у хамилькары да вот видите здесь небольшое протаскивание окружает да фланги продавил и окружает здесь аларих в принципе по кавалерии милишной можно сказать что преимущество у хамилькары вот здесь мечник вернулся 60 человек численности генерал вступает в ближний бой на самом деле это может быть фатально потому что потери генерала для мастилов может иметь крайне тяжелые последствия я думаю здесь нужно сосредоточиться алариху на помощи своей на помощи своей пехоте ликвидации пехоты галатова видите здесь все-таки галатские легионеры спокойно достаточно разрубают пехоту массе силов так здесь у нас на самом деле разбойники вступили в бой против нумидийской конницы с целью просто одной убить генерала и это у них получается да что-то пытался сделать аларих как-то загибал фланги маневрировал но по итогу достаточно спокойно здесь побеждает именно хамилькара с гани на цифр начнем с массе силов прачника африки показал 40 2 1 4 и 24 легионер пустыни 40 легионер пустыни 43 легионер пустыни 75 легионер пустыни 105 когорта пустыни 92 89 вигилы пустыни 13 2 21 прачники уже посмотрели нумидийский тяжелый застрел 17 74 и конные застрелы гитулов 28 защищенная нумидийская конница 61 18 защищенная конница пустыни 51 и генерал 128 генерал очередной раз достаточно неплохие цифры показывает масилийский что показали галаты 25 27 9 прачники галанские копеечки 7 148 104 130 хороший великолепный цифр на самом деле на этих копеечках охренеть а как как у них столько столько фрага взял на них 28 22 галанские мечники 47 легионер 107 легионер 165 легионер 186 легионер фантастические цифры на легионерах и на копейщиках застрелы конные галанские разбойники 1 7 40 44 каппадокийка 40 37 генерал 78 всем спасибо за внимание друзья мои с вами был гемель карбарк надеюсь что вам понравилось скоро увидимся пока пока